От летнего зноя в Беларуси не спрятаться, не скрыться. У медиков горячая пора. Едва ли не каждый день пациенты с тепловыми травмами. Только с конца июня таких 200 человек. Каждому четвертому потребовалась госпитализация. Повышенная температура, учащенный пульс, головокружение и тошнота, жару – обычное дело. Больше страдают взрослые. Дети встречаются с врачами вдвое реже. Правило номер один, которое необходимо соблюдать – это избегать экстремально жарких температур. Это касается дневного времени суток, особенно с 11 часов до 5 часов дня. Необходимо брать воду с собой, отправляясь на прогулку и выпивать не меньше полтора литров воды в день. Пить лучше маленькими глоточками. А уж то, что не нужно пить, так это точно алкоголь. К нему относятся и холодное пиво, газированные сладкие напитки также не помогут утолить жажду. Правильный рацион питания – тоже хорошее средство, чтобы легче переносить жару. Выбирайте легкие блюда – салаты из овощей и фруктов. Исключите острую и жирную еду. Хозяйкам стоит помнить – готовить – это энергозатратное занятие, поэтому ей стоит заниматься утром или уже ближе к вечеру. На дачу я днем не выхожу, а приезжаю в город, надо делать все свои вопросы, проблемы решать, поэтому выхожу. Ну а на даче как справляетесь, спасаетесь как? С 12 до 7 дома нахожусь в деревянном доме. Скажите, а как вы с жарой справляетесь в такую погоду? Коктейль молочный пью. Здравствуйте. Но вообще знаете, что в жару нельзя выходить на улицу, все правила соблюдаете? Ну конечно. Загорать хожу с утра до 12, уже 12 домой. Выходя на прогулку, отдайте предпочтение светлой одежде из натуральных тканей и открытой обуви. Про головной убор тоже забывать не стоит. Не лишним станет и солнцезащитный крем. Экстремальная жара, 36 градусов тепла продлится как минимум до выходных. Завтра по стране ожидаются ливни, град и усиление ветра. Максимальная скорость 20 метров в секунду. Комфортные плюс 25 стоит ждать лишь со следующей недели. Госавтоинспекция рекомендует автолюбителям следить за своим самочувствием и по возможности отказаться от дальних поездок. Лучше воспользоваться общественным транспортом. При высокой температуре воздуха водители быстрее утомляются, их внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается. То же самое касаемо и транспортных средств. Не только к зимнему сезону, но и к летнему. Автомобиль нужно подготовить, нужно проверить наличие охлаждающей жидкости в бачке. Все дороги сейчас ведут на пляж. Хочется быть поближе к воде. В Бобруйске, напомним, их четыре. Центральный в шестом микрорайоне, санаторий Шинник и имени Ленина. Здесь созданы все условия для комфортного отдыха. Да, на песочке полежать можно, а вот поплавать с этим нужно повременить. С 28 июня в городе введен запрет на купание во всех реках и водоемах. Виновата найденная кишечная палочка. Специалисты обращают внимание. Бактерии этой группы могут стать причиной вспышек различных инфекций. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360.